Бог есть любовь, конечно, это так, но под любовью понимает каждый, свои амбиции, как истовый сектант, по-своему поджаривает, мажет. Но Божия любовь нечеловечая, она испепеляет в прах гаморру, и воинами отступников калечит, гриппатом и навесит мухомором. Адам, любимое творение Ивовы, был с треском издан в тяжкую нужду, скитание столько лет, как бомж бездому, подобно вечному бессмертному жиду, и тот потоп, что затопил коттеджи, похлеще пресловутого цунами. Лишь восьмерым была дана надежда и радуга из семицветья знамя. Любовь творца народа истребила, дабы Израиль в Ханан вселить. Гнездо змеиное для аспида раввина, единородного, растмет Иерусалим. Это тоже высшая любовь, нечеловечая, повторяю, Божья. Болезни и эпидемии все вновь. Мещ страшного, как молнии, изножен. Он истинно карает по любви, грозит гиеной адом бесконечным. Ломает шеи любящим кривить, делами мыслями и прилукавой речью. Бог жаждет всех к спасению привести, и потому карает беспощадно, дабы не исказили в Библии стих, угроза в свитке из семи печатей. Бог есть единственная, полная любовь, не счастье, но совокупность совершенства. Что если любовь разбилась столько лбов, а под Аллах толкуя и о многоженстве? 26 февраля 2006 года.